Значит, 25 числа в районе где-то 9 часов, ну 21 часа, в районе улица Мира 3, ну так как в протоколе было записано, меня остановили патрульные полицейские, причиной остановки они называли приезд на красный свет, ну хотя, значит, я завершал маневр, то есть пропускал, я был на середине перекрестка, я видел даже боковым зрением, как мигал, переключался светофор пешеходный, как бы, зеленый-ваный-красный, то есть это завершение маневра, то есть это просто повод был остановить. Значит, сзади, скорее всего, что они ехали без маяков, потому что я ни впереди, ни сзади, ну ни сзади не видел патрульные машины, я повернул на улицу Мира, и сзади маяки я остановился, то есть без проблем остановился. Подошли два полицейских, представились, назвали причину, попросили регистрационные документы. Ну, как бы, катались в лесу на квадроцикле, никогда с этим вопросом не возникало, то есть никто в них никогда не спрашивал. Я их, ну, не вожу с собой, потому что, как бы, грязь, были проблемы, там, намокало, терялось. Я попросил, давайте прием ко мне домой, и, ну, там, расстояние было, там, 500 метров, я вам все предоставлю. Значит, приехали мы домой, приехали домой, я вынес техпаспорт, права, ну, оставил в машине, жена уехала на машине, как бы, ну, не было. Значит, по поводу этого вообще претензий никаких, ну, как бы, поведение, непрофессионализм, то есть они не понимали, что это за техпаспорт, что с ним делать. Я им показал просто техпаспорт, они не посмотрели, ни номерной знак, ни номерные агрегаты, то есть это можно было показать любой квадроцикл, любой техпаспорт, ну, я так понимаю. Значит, ну, поскольку не было права с собой, не было номерного знака, ну, я согласен, это нарушение, то есть нарушения вопроса нет. Они стали постанову выписывать по этим трем статьям, там штраф 425 гривен, но по протокол не составляли очень долго, это было где-то, ну, больше полчаса, то есть они читали литературу по ходу, то есть попросили мой паспорт, личность установить, я дал паспорт, они паспорт начали фотографировать на личный телефон, все страницы. То есть я спросил, с какой это целью делается, ну, зачем это, то есть личность установили, записали номер паспорта, и тем более я, я же не посреди улицы, я домой привез людей, реально домой. Как бы, ну, отношение такое хамоватое, скажем так, я не буду говорить, что хамское, но хамоватое, то есть обращение, ко мне обращались, Валентинович, там, ну, фамильярность, как бы, какая-то такая. Ну, я думаю, что можно было обращаться просто по имени, или можно было по фамилии, без проблем, но такое впечатление, что ребята прошли курсы у старых работников ГАИ, вот с таким вот отношением. Значит, ко мне приехали друзья, ну, меня просто забрать, они приехали на машине на своей, ну, и начали спрашивать, ну, говорит, никогда проблем с этими квадроциклами не было, то есть, ну, к чему это все, ну, как бы, они так, как это все. Такое впечатление, что у них какие-то комплексы были, вот они за детские комплексы мстят, вот, как бы, я не знаю, почему так, но отношения, меня не первый раз останавливает полиция, и все было в прошлые разы гораздо, ну, гораздо лучше было, гораздо приятней. Люди выписывали штраф с улыбкой на лице, и так аж приятно было, скажем так, ну, не прав, значит, не прав. Значит, ребята приехали, мы целый день катались на квадроциклах, было холодно, я им вынес три стопки, ну, вынесли, ну, вынесли. Воликое время, налили три стопки, значит, они это все выпили. Подхожу к полицейским, ребят, ко мне претензии есть, я могу пойти переодеться, как бы, мокрой. Да, дети, переодевайтесь. Значит, пошел переоделся, вернулся, подписал протокол, постанову, значит, в этой же, ну, прошу, дайте мне этих паспортов, дайте все, как бы. Говорит, нет, вы алкоголь употребляли? Говорит, только шок, ко мне не было претензий никаких, теперь вы употребляли алкоголь. Говорит, нет, не употреблял. Значит, будем от свидетельства, ну, от свидетельства. Значит, полицейский со своего мобильного телефона говорит, сейчас я вызову свидетелей. Хотя три человека возле меня было, мимо проходили люди, и можно было взять за свидетелей. Значит, через некоторое время, ну, может, недолго, минут 15, подъезжает БМВ без номерного знака. Из него выходят два молодых человека. Ну, такой внешности слегка подозрительный. Значит, полицейский с ними был однозначно знаком, он с ним поздоровался за руку. Ну, то есть, как бы, с человеком-незнакомцем вряд ли поздоровались за руку. И тем более, это просто свидетель там, понятой, скажем. Значит, они подошли ко мне, я глядя, ну, мои друзья стали обращать внимание на эту машину. Почему вот меня только что наказали за отсутствие номерного знака, почему вот людей. В этот момент подъехал второй экипаж. Второй экипаж полиции подъехал, у них была возможность, одни занимались мной, у других людей была возможность заняться этой машиной. Значит, видеосъемку этого всего происходящего ввела одна девушка с второго экипажа, который подъехал. То есть, она своим регистратором это все регистрировала. Мы просили обратить внимание на эту машину, мы просили обратить внимание на этих людей, но как-то так это все было не отреагировано. То есть, они занимались больше на мое состояние алкогольного опьянения. Значит, я говорю, ребят, только что не было претензий. Откуда взялась претензия? Значит, претензия взялась, потому что, когда меня остановили, от меня был резкий запах алкоголя, явно покраснение на лице. Ну, покраснение на лице можно было бы объяснить, потому что, ну, квадроцикл, это воздух свежий. Значит, ну, я был в очках и в балаклаве. Лица моего не было видно вообще. То есть, это просто был повод. Ну, как бы, я думаю, что когда я вынес ребятам, ну, своим друзьям алкоголь, значит, они, скорее всего, подумали, что я вместе с ними выпил, или я не знаю. Хотя, даже если бы в то время я выпил бы с ними, я находился уже у себя во дворе, техника стояла, как бы, ко мне претензий уже не было. И тут начинаются претензии. Значит, эти понятые, я смотрю, они подозрительные. Ну, я думаю, ну, я не знаю, что это за люди, но как-то так это все было очень стрёмно, будем говорить так. Я, значит, они очень прессовали в таком форме пресса. Вы будете проходить освидетельствование или не будете? Я сначала отказался, ну, в виде этих людей. Потом, ну, как бы, смысл отказываться, если я знаю, что, как бы, все нормально. Я говорю, здесь не буду проходить медосвидетельствование. Едем на, ну, в медицинское учреждение, я там пройду. Значит, приезжаем в учреждение. Значит, я прохожу тест один раз, он абсолютно нулевой. Прохожу тест, полицейские настояли на втором разе. Я прохожу второй раз. Значит, после этого полицейский попросил принести свой прибор-драгер, хотя в этом не было уже смысла, то есть это он оказал свое недоверие врачам или я не знаю как. Они приносят свой прибор, я дую в их, ну, в драгер, показывают абсолютные нули. Значит, ну, там мы завершили. Я попросил, завезите меня, где вы взяли. Значит, ну, меня довезли, высадили в центре города, на площади Королева. Они мотивируют тем, что у них слушочные задания, они в другую сторону. В общем, я вышел и добирался за свой счет, скажем так. Ну, поведение вот этого экипажа, это был 118-й экипаж, ну, скажем так, меня поразило. Ну, можно было пойти там на какие-то, ну, общечеловеческие уступки. То есть это было даже сделано не по букве закона, это было было сделано не по-человечески, это было сделано никак. Вплоть до того, они еще, когда я начал отказываться от осветительства на месте, они еще вызвали экипаж. Я не знаю, какая-то была служба, но это приехал УАЗик с полицайскими. Полицайские были в черной форме. Еще один момент. Когда это все дело происходило, я попросился сходить в туалет. Ну, просто в туалет. Они меня даже не пустили в туалет. Они мотивировали тем, что вы сейчас уйдете и не придете. Ну, вы, я привез вас к себе домой, я изначально мог бы как-то, ну, если бы я не хотел с ними сотрудничать, я бы изначально их не привез бы домой. Ну, даже вплоть до того, что, скажем, от них скрыться не стоило никакой проблемы, но не было такой даже вообще мысли даже. И если полицейский считает, что я, он меня остановил, и я пьяный, ну, имея такое подозрение, почему они разрешили мне сесть за руль и продолжить движение? То есть, я считаю, если есть такое подозрение, или полицейский должен сесть за руль, или они меня контролировать как-то. То есть, ну, непрофессионально. Они себя вели максимально непрофессионально. То есть, даже исходя из тех случаев, когда были, ну, нападения на полицейских, то в этой ситуации можно было произвести нападение без проблем. Скажите, а какая ситуация с черной БМВ? Ну, я не знаю, черная БМВ, то есть, они уехали. Мы поехали на медосвидетельствование, все полицейские уехали, остались мои друзья и люди на черной БМВ. То есть, ну, насколько мне рассказывали друзья, то они как-то провоцировали конфликт. А правоохранцы так и не звернули увагу? Нет, не звернули. Мы звонили, товарищ звонил в службу мониторинга 102, но я не знаю, чем это закончилось, я уехал. Как бы, но когда мы уезжали, то я видел, что полицейская машина, еще одна ехала в сторону моего дома. То есть, где были эти люди? Ну, на этой БМВ она приехала без номеров. То есть, друзья снимали на мобильный телефон, значит, оно изначально приехало без номерных знаков. Потом где-то эти номерные знаки начали под стекло появляться, потом их вроде бы как начинали вешать. Ну, я на это не очень обращал внимания, потому что как бы занимались, ну, тут мне 10 тысяч гривен пытаются пристроить, ну, неудобно было, как-то так по кругу на все обращают внимания. То протокол все-таки склав? Да, я уже даже оплатил его. То есть, я по поводу протокола, я не имею никаких претензий. По поводу состава, ну, правонарушения были на лицо, я без никаких абсолютных претензий по этому поводу. Есть претензии по причине остановки, то есть, они должны были предоставить, как минимум, мне регистрацию моего правонарушения. С какой стороны они подъезжали? Ну, то есть, вокруг я ехал, маячки обычно видно, там, за 500 метров их железно видно. А когда я поворачивал, то есть, маяков не было видно. То есть, и даже сегодня утром я ехал на работу, это же 118-й экипаж, где-то в районе 7 часов утра, в районе Лоси-Украинки, они поворачивали на Лоси-Украинки тоже без маячков. То есть, я думаю, это практикуется, это практика.